Как пандемия повлияла на бизнес и общество нашего курорта и края в целом? Так звучала тема, дискуссии, в которой приняли участие члены Анапской торгово-промышленной палаты, предприниматели, представители администрации, Анапы и журналисты. В качестве экспертов выступили руководитель Анапской торгово-промышленной палаты Игорь Ткачук и заместитель председателя торгово-промышленной палаты Краснодарского края Егор Робский. Безусловно, любая такая встреча, она всегда продуктивная, несмотря на количество собравшихся, несмотря на место проведения, в любой обстановке мы всегда готовы и рады встречаться с предпринимателями. И любой отклик, любая обратная связь от предпринимателей, она и облегчает нам работу по выстраиванию диалога с органами власти. И в то же время нам тоже полезно знать те моменты, на которые мы можем обратить где-то внимание. Затем эксперты высказались по поводу путей преодоления экономического кризиса. Егор Робский ответил, что на данном этапе необходима консолидация общества. Провели большую работу информационно-консультационную с предпринимателями, поскольку многие предприятия не понимали, куда им бежать, в какую сторону, куда обращаться, где брать деньги, с кем взаимодействовать и как. Плюс это большое количество различных вебинаров по направлениям, и вебинаров по форс-мажору, и по внесудебным практикам урегулирования. Вебинары с органами исполнительной власти. Огромнейшую работу здесь проделала ТПП РФ, которая дала возможность подключаться к таким вебинарам всем предпринимателям в регионах, в муниципалитетах. Поэтому мы здесь были как проводники такой единой линии ТПП РФ. Они проводили эти вебинары и со Сбербанком, с Центробанком, с Минфином, с Роспотребнадзором, в общем, со всеми всевозможными ведомствами, которые отвечают за те или иные направления. Сейчас Анапа переживает непростые времена. И не секрет, что губернатор края Вениамин Кондратьев уделяет особое внимание к нам. А это значит, что будут приложены все необходимые силы для сохранения города как курортной территории всероссийского значения. А в отдельных случаях восстановлен нарушенный баланс между интересами бизнеса и общества. Также во время совещания были достигнуты договоренности с руководством Субсекского сельского округа и председателем Совета общественности о создании отделения торгово-промышленной палаты на территории района. Первый шаг – регулярный выезд специалистов палаты в округ для оказания помощи по вопросам ведения предпринимательской деятельности. Будем встречаться с предпринимателями и с активными гражданами, которые проживают в Субсекском сельском округе. Почему мы проводим эти встречи? На сегодняшний день, как мы видим, есть большой запрос на взаимодействие всех трех, скажем так, китов. Это власть, это бизнес и это общество. Обсуждение коронавирусных и экономических проблем завершилось на оптимистической ноте. Эксперты призвали не поддаваться панике, а директор базы отдыха «Спорт» Константин Бураков, в стенах которого проходило совещание, сказал о том, как важно всегда поддерживать друг друга и быть деятельными. Потому что это реальная помощь местным предпринимателям, объединение, которое решает задачи и проблемы местных предпринимателей, площадка, на которой можно обсудить все вопросы, иметь связь с коллегами, партнерами, обсуждать общие темы и проблемы.